Ребят, всем привет! С вами Павел Морозов из города Сочи. Сейчас мы находимся с вами в самом центре города Сочи. Справа от меня зимний театр. Позади меня так называемый золотой треугольник, где расположены самые топовые отели. Это Hyatt Regency, это Mercury, это Pullman и так далее. Вот в чем нюанс, друзья. Стоимость недвижимости в этих апартаментных комплексах достигает 400-500 тысяч рублей за квадратный метр. То же самое в Александрийском маяке. Там же находятся рядышком с ними. Есть даже апартаменты, у которых нет цены, просто цена отправляется по запросу. Там просто спеццена какая-то, например, на верхних этажах. Рядом с апартаментами Абрамовича, например, и так далее. Но мы с вами нормальные люди, мы не будем продавать свою квартиру, например, в Пензе и покупать санузел, например, в апартаментном комплексе Pullman, например. Поэтому я сейчас вам покажу обзор, тот обзор, который вы все давно так хотели увидеть, который просили. Как говорится, по просьбам трудящихся. Поехали! Это обзор будет про ЖК Уютный Квартал. По сути, он будет больше интересен тем, кто уже купил там недвижимость, но и тем, кто, в принципе, хотел там приобрести, потому что комплекс достаточно неплохо расположен. Он недалеко от центра, со всеми центральными коммуникациями, квартирный статус, закрытая территория клубного типа такая, да, вокруг зелень, тихий, спокойный райончик, недалеко ярмарка, недалеко остановка, первый маршрут, который идет через весь центральный Сочи, да, там до школ, до садиков, довезет всегда, когда угодно. Также еще преимущество в том, что идеально ровная дорога, идеально ровный подъезд, заезд удобный. Можно бесконечно продолжать эти преимущества, рассказывать о этом комплексе, да, то, что там до курортного проспекта, можно пешочком прогуляться там 30 минут, вот вы на Светлане, грубо говоря, да, в районе Дендрария, в машине или на велосипеде, конечно, еще быстрее. Но не суть. Я предлагаю прям посмотреть дорогу, сколько она займет у нас, прям отсюда, от зимнего театра, да, чтобы понимали, все любят эти маркерные точки, сколько же дорога занимает туда-сюда и так далее. И по расположению, ребят, это ярмарка на улице Фабрисуса и пересечение, вот, например, улицы Транспортной и улицы Яна Фабрисуса. Вот на этой, примерно в этой локации расположен комплекс. Посмотрись по Дубльгису, адреса пока не присвоены еще, вот. Ну, можно сказать, что в самом, получается, конце улицы Фабрисуса, где он пересекается с улиц Транспортной, в той локации. Посмотрите по карте. Кстати, ребят, сейчас здесь проходит кинотавр, вот, в этом здании, так скажем, да, и в связи с этим, в связи с этим у нас пробки постоянно здесь в центре города. Ну, это неотъемлемая часть жизни южной столицы, потому что и в Адлере, и в Сочи такая ситуация бывает. Тут, там, новая волна, здесь кинотавр, там, камеди, футбольные, хоккейные события и так далее, да. И, ну, знаете, что мне непонятно? Я вообще против этого, на самом деле. Почему перекрывают дорогу? Перекрыли дорогу от Морпорта, вот все эти отели, сетевые, Пульман, там, Меркурий, Хаят и все остальные, вот, вплоть до Зимнего театра. Только вот эта улица, в конце театральная, может проехать вот здесь вот, свернуть с курортного проспекта и переехать здесь на Орджоникидзе. Мне не совсем понятно, зачем это делать. Для удобства тех людей, которые там ходят, а, как бы, мы что, с вами не люди? Мы такие же люди, чем мы хуже, как говорится? Чем мы с вами хуже тех людей, которые заседают вот в этих вот зданиях и смотрят кино? Ну, я не знаю. И то же самое, в принципе, мне не нравится, знаете что, не нравится, когда проезжает кортеж, например, воспоставленного какого-то чиновника там или там, ну, неважно кого, и для этого перекрывают трассы. Я не понимаю, мы что там, не такие же люди, как они, или в чем вопрос? Для меня это непонятно, и я считаю, что это неправильно. Не нужно ничего перекрывать, пусть они, как были частью народа, так и остаются, и пусть они действительно будут ощущать себя хотя бы частью народа, а то на данный момент они настолько оторвались от людей, что они не слуги народа, а мы их слуги, получается, фактически. Ну, ладно, друзья, не об этом, давайте смотреть дорогу и засечем время. Друзья, у нас на часах сейчас без 10-12, поехали. Друзья, ну что, вот мы и подъехали, время у нас получается 58 минут. Вот, пожалуйста. Поэтому я считаю, что расположение комплекса себя полностью оправдывает, тем более сейчас можно здесь купить квартиру от 64 тысяч рублей до бесконечности, до 100 тысяч рублей за квадратный метр, в зависимости от вида, желания инвестора заработать и так далее, и так далее. От огромного количества факторов зависит цена на квартиры. Здесь просто большое количество инвесторов, и поэтому кто-то выставляет подороже, кто-то подешевле. В общем, по-разному складывается, так скажем, ценовая политика на комплексе, но, тем не менее, имейте в виду, что можно купить практически за недорого, то есть за там даже за полтора миллиона, там, маленькие площади, там, за миллион семьсот можно маленькие площади приобрести здесь. Ну и до бесконечности, если под объединение взять несколько, то, в принципе, любая цена может сложиться в итоге. Ну что, предлагаю взлететь на Коптере, посмотреть, что же происходит на доме, на домах, и уже после этого сделать какие-то выводы. Ну, забегая вперед, скажу, что вроде все классно на комплексе, и единственное, что чуть-чуть они перенесли сроки по независимым одним причинам, но в целом все замечательно, сейчас увидим все, с высоты птичьего полята. Поехали. Ребята, вот он, уютный квартал наш любимый, любимый всеми. Это он. Да, друзья, вот они, шесть домиков, стоят в окружении леса. Вот там у нас дальше ярмарка. Такая вот у нас придомовая территория будет. Здесь, видите, все облагораживает. Молодцы, ребята. Заезд у нас будет вот отсюда, друзья. Смотрите. Вот, где я поставил машину, вот примерно там у нас и будет заезд. Вот, то есть здесь не нужно будет ехать нам наверх куда-то. Вот заехали сразу вот отсюда и выехали сюда же. Никаких проблем, как говорится. Вот на улице я на Фабрисус, сейчас подлетим, посмотрим. Вот и первый автобус поехал у нас. Вот если туда проехать пять минуток, минутки три даже, наверное, то можно выехать в сторону курортного проспекта. Вот здесь вот видим ярмарку. Ну и остановка, вот она вот, в принципе, где заканчивается вот этот вот. Ну, начинается ярмарка, там у нас остановочка. Ну, сколько здесь? Ну, метров 250 до остановки, наверное. А комплекс выглядит вот таким образом. Ребят, комплекс очень хороший, очень достойный. На данный момент все шесть домов возведены. Получены документы на все шесть домов. Реконструкцию уже получат на первые два домика. В ближайшие дни начнут работы по возведению четвертого и пятого этажа. Напомню всем, что это будет именно пятиэтажный комплекс, ребят. Клубного типа, хороший, с такой вот замечательной предмой территорией. Она будет здесь, конечно, с пальмочками, все такое. То есть будет достаточно комфортно тут жить и находиться. О, кто-то уже приехал. Кстати, здесь некоторые ребята сделали уже ремонт. Ну, а вы полюбуйтесь. Полюбуйтесь, ребят, какая красота вокруг. Это национальный парк, ребят. И вот этим воздухом вы будете дышать. Ну, а там дальше вышла дорога на Соболевку, на улицу Пятигорскую. Но вас она никоим образом не касается. Напомню, ребят, для тех, кто не в курсе, ремонт можно делать также через нашу компанию-партнер. Это директор, который является Вадим. Ну, и также другие ребята у нас есть. Можете общаться со всеми, сравнить цены и выбрать там, где вам покажется дешевле, например. Напомню, друзья, еще также, что здесь есть несколько инвесторских квартир в разных домах по стоимости от 2 миллионов рублей. Одна двухуровневая есть квартира. Также есть не двухуровневая, а просто одноуровневая квартира. Угловые квартиры есть. Кому интересно получить список инвесторских квартир, звоните, пишите, сразу все отправлю вам. Хорошо сделали, добротно достаточно. И придомовую залили, получается, и домики отделали замечательно. Ну, а сама парковка у нас будет еще вот тут. То есть, вот видите, где заборчик сейчас находится, да? Вот здесь тоже будет парковочка. Вот ТП-шку установили. Вот это трансформаторная подстанция. Вот, на целый комплекс. Молодцы. Ну, и парковка также будет вот здесь еще, друзья. Да, вот в этой территории, между акустическим экраном и домами. Но она не будет вам особо мешать, потому что, как вы видите, здесь забор имеется. Ну что, будем заканчивать, наверное. Порадовались и хватит. Едем снимать дальше. Ребят, по вопросам приобретения, кому понравился комплекс, локация и все прочее, звоните, пишите. Сразу все отправлю вам, сразу шахматки и также инвесторские предложения. Кто хочет продавать квартиру здесь, тоже пишите. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Павел Морозов из города Сочи. Кому понравился данный обзор, ставим лайк. Постарался быть объективным. Всем до новых видео. Всем пока.